Приветствую, уважаемые друзья в социальных сетях. Стоп-кадр для вас сегодня в годовщину печально памятной даты 24 февраля. Ровно год назад началась вероломная, агрессивная война. И это фрагмент программы, который тоже посвящен этой больной для миллионов людей темы. Фрагмент, который я хочу записать из новостной программы телеканала «Дождь». И это программа, которая называется «И так далее с Михаилом Фишманом». Ссылку я дам. Давайте смотреть и слушать этот, с моей точки зрения, интересный момент этой программы, авторской программы Михаила Фишмана. В этом году, вы знаете, что это все звучит. Я предлагаю нам с вами через год встретиться в эфире снова, но чтобы наш разговор через год был интереснее. Сегодня спрошу вас, как вы представляете наш разговор через год. Что вы мне скажете? Если у меня есть еще минута, я тогда скажу свою позицию всегда, когда задаю подобный вопрос. Первый, я всегда рассматриваю три варианта. В нейтральной позиции, которая сейчас есть, понимание того, что есть в реальности, какую-то плохую ситуацию развития и самую лучшую ситуацию. Вот давайте начнем из самой лучшей ситуации. Самая лучшая ситуация, пускай будет, что война закончится, ну это, конечно, очень фантастически звучит, но пусть она закончится завтра, если это возможно. Если чуть-чуть отодвинуться назад, к серединке, пускай она закончится очень быстро, все российские войска уйдут с нашей территории, в том числе с Донбасса, с Крыма, и мы вернем всех военнопленных, всех детей, всех женщин и будем отстраивать. Если мы говорим про реальную ситуацию, то давайте сделаем так, чтобы победа Украины, она была минимальной ценой человеческих жертв, и она произошла, кажется, по ощущениям, что это было бы вполне возможно к концу этого года, возможно, к осени. А если говорить про плохую ситуацию, да, и допускаем, вдруг нам не поставляют нужное вовремя оружие, и мы медленно очень продвигаемся, не получается быстро освободить территорию Украины, и не получается быстро вернуть военнопленных, детей, которых вывозили, то мы будем дальше продолжать давить на международное сообщество, для того, чтобы все-таки это оружие к нам пришло. Мы будем дальше защищать любыми методами, мы будем создавать оружие внутри у себя, мы будем защищать каждый город столько, сколько это надо бы. И если сказать теперь, как такой вывод, что же бы мне хотелось сказать через год в эфире вместе с вами, давайте пускай это будет так. Майна закончилась, Украина восстановила свою территориальную целостность, все украинцы смогли вернуться домой, ракетные обстрелы закончились, все думают о том, как отстроить свое жилье, как вернуть в нормальное русло свою жизнь, как выстраивать снова экономику. И люди во всем мире, не только в Украине, а и в соседних странах, и в тех странах, где еще происходят военные конфликты, или затянутые, или они собираются где-то появиться, перестают думать о войне, а думают о созидании, и о том, как людям вместе сделать больше комфорта для каждого из нас, и как сделать так, чтобы на планете Земля все наши фантастические реалии и мечты, которые кто-то знает на протяжении своих, возможно, 20-30 лет, кто-то 40-50, а кто-то 80-90-100 лет, верит в ту фантастическую реальность мира без войн, а только с взаимопомощью, любовью и созиданием во имя чего-то хорошего, доброго. Спасибо большое, депутат Рады Юрий Комельчук, о том, что было год назад, о том, что происходит сейчас, и о том, о чем мы можем говорить через год в эфире. Дай-то Бог, чтобы так и было, как мы услышали, и дай Боже, чтобы миллионы украинцев смогли вернуться домой, и над Украиной было в скорейшем времени мирное небо, а я благодарен телеканалу «Дождь», что он, ну вот, не знаю, как для вас, дорогие друзья в социальных сетях, а для меня он очень часто со мной на одной украинской волне. Будьте все здоровы, благополучны, несмотря ни на что. Оставайтесь оптимистами, искренне ваш, из Филадельфии, Деви Аркадьев. Делитесь этим видео и будьте здоровы, повторяю, благополучны, под мирным небом. Бог даст, услышимся, Бог даст, увидимся. Сегодня, повторяю, 24 февраля 2023 года. Пока-пока.